Всем привет! Сегодня мы вам расскажем об автомобиле, который малоизвестен, но очень радует надежностью. Бытует мнение, что моторы, которые устанавливали на этот автомобиль, более известны, чем он сам. Итак, встречаем Kia Optima. Что же это за седан такой? Грубо говоря, это Camry в корейском формате, либо Sonata в одежде от Kia. Точнее тут и не скажешь. Пока за спорты выстраивались очереди, вот такие машины продавали таксопарком и корпоративным парком. По формату это Camry на выбор двигателей 2.0 и 2.4. Также есть еще двухлитровые турбированные версии. Это автомобили с такими двигателями, которые приехали из США. Также есть Kia Optima с дизельными двигателями. Это приезжие из Европы. Почти на всех автомобилях стоит АКПП. Да, есть очень редкие версии с вариаторами и МКПП. Сегодня мы, как обычно, расскажем про болячки и остановимся на проклятых корейских моторах. Чуть позже, ближе к концу, мы расскажем, что сломалось конкретно в этой хозяйской машине за 345 тысяч километров пробега. Именно столько на ней проехал нынешний хозяин за 10 лет владения этой машиной. Ну что, начнем с кузова. И тут у Optima полный порядок. Ни один кузовной элемент на данном экземпляре не красился. Обратите внимание на вот этот вот скол. Этот скол был получен примерно первые 10 тысяч километров эксплуатации. Так вот, краска вокруг него не сильно-то и вспучивается. Ну а остальные сколы выглядят просто нормально. А вообще, Kia окрашен качественно и металл очень качественно подготовлен к покраске. Правда, встречаются эксклюзивные нарекания на машины белого цвета. У них отшелушивается краска на бампере на стыке с крылом. Отметим, что у этой конкретной машины развивается коррозия на крышке багажника, привычном для многих моделей месте вокруг кнопки замка багажника. Обратите внимание на колесные диски комбинированной окраски. Сегодня они выглядят более-менее, потому что год назад владелец купил вот эти диски, а до этого ездил на точно таких. То есть он купил новые оригинальные диски. А почему? А потому что со временем красота тех дисков вспучилась и начала рассыпаться. Но владелец уточнил, можно ли восстановить эти диски, и получается цена восстановления, то есть покраска и проточка дисков, дороже, чем покупка новых оригинальных дисков. Ксеноновые фары родные. В них один раз пришлось поменять лампочки. Кстати, проблема с отшелушиванием зеркального покрытия с отражателей линз свойственна для Optima. Обычно фары слепнут к пробегу в 300 тысяч километров. Здесь ближний свет пока еще неплохой, но все-таки намекает на то, что что-то нужно делать. Или менять фары, или реставрировать отражатели, или ставить новые линзы и отражатели. У некоторых машин в задние фонари попадает влага, и это очень плохо сказывается на здоровье светодиодов. А светодиоды зажигают ленту габаритов. Из-за влаги корродируют дорожки, на которых распаяны светодиоды. Да и сами они выгорают. Все это можно восстановить, но светодиоды придется долго искать или брать с фонаря донора. Нередко проблема Kia Optima заключается в том, что шарниры трапеции дворников начинают закисать, поэтому стеклоочистители либо заедают, либо заклинивают. Так вот, непосредственно трапецию без моторчика можно купить за $80. В этом поколении салон Kia Optima обзавелся характером, который напоминает что-то немецкое из VAC. Собственно, чувствуется рука Питера Шрайера, который к 2010 году привел в порядок дизайн Kia. Интерьер сделан из качественных и долговечных материалов. Выглядит и ощущается лучше, чем у Camry тех же лет. Правда, нередко оплетка руля не просто заполировывается, а даже отшелушивается верхний слой. Этот косметический дефект недорого решается в мастерской, где меняют оплетку. Бывают случаи, когда некорректно работают кнопки справа на руле. В этом случае надо снять руль, разобрать его, снять кнопки и почистить контакты под ними. Проблем с электрикой у Optima почти нет. Иногда случаются неприятности очень редко с механизмом складывания и регулирования зеркал. И то проблемы случаются из-за попадания воды и грязи в эти механизмы. Также из-за грязи, воды и из-за коррозии погибает камера заднего вида. Подогревы кресел работают долго, мультимедиа не глючит. В остальном всё как у других машин. При больших пробегах может заскрипеть моторчик печки. Также могут быть проблемы с заслонками климат-контроля. И, кстати, блок климат-контроля диагностируется. Причем вы это можете сделать сами. Для этого включаем зажигание. Затем нажимаем кнопку «Climate». Затем нажимаем кнопку «Off» и пять раз «Mode» вверх. Раз, два, три, четыре, пять. И смотрим на ошибку. Если два нуля, то значит всё в норме. А также ошибки могут быть по цепи обрыва датчика, по какому-нибудь замыканию и так далее. Ну, как видите, у нас всё в норме. Ну, а сейчас по вот этой машине. Что здесь делалось из электрики? За 10 лет эксплуатации здесь вмешивались в работу одной заслонки климат-контроля, потому что в правых воздуховодах температура воздуха не регулировалась. А также сейчас, вот прямо на данный момент, не работает один из датчиков парковки в заднем бампере. Базовые двигатели Kia Optima – это двухлитровые четверки с распределенным впрыском топлива. Их там два. J4KD – это более старые семейства SETA2. И J4ND – семейство NU. Более новый можно отличить по надписи CWVL на декоративной крышке, которая установлена прямо на двигателе под капотом. У этих двигателей легкосплавные блоки и цепной привод ГРМ. У более нового J4ND есть ещё гидрокомпенсаторы, и система изменения подъема высоты клапанов – та самая CWVL. Правда, до 2017 года у моторов NU-серии не было масляных форсунок. Двухлитровые двигатели считаются слабее по железу, чем 2,4-литровые. Все страхи связаны с появлением задиров цилиндров. Да, двухлитровые моторы разные, но проблемы у них одинаковые. То есть, повышенный износ цилиндропоршневой группы. Однако не всё так однозначно. Эти моторы нужно буквально залюбить, чтобы появились задиры. Надо использовать жиденькое масло 0W20 или 0W30. Не греть его на холостом ходу. Просто запускаете двигатель, и начинаете потихонечку двигаться. И чуть больше продавливать педаль газа, когда температура двигателя поднимается. Также не стоит злоупотреблять решётками в бамперах. Из-за этого двигатель работает в более нагруженном температурном режиме. Ещё задиры моментально появляются из-за разрушения керамического нейтрализатора. Его керамическая пыль попадает в цилиндры, растирается поршнями по стенкам цилиндров, и получаются задиры. И опять же, нейтрализатор погибает из-за плохого бензина. Короче, если владельцы будут нормально обслуживать эти моторы, то они пройдут более 300 тысяч километров, и ничего с их ЦПГ не случится. Правда, при пробеге в 170 тысяч километров придётся поменять цепи ГРМ. Они у двухлитровых моторов серии CETA 2 и NU разные. Ну, как ни странно. А вообще, ещё напомню, что у мотора G4 ND до 2014 года проворачивала вкладыши шатунные. Завод их обновил, что проблема ушла навсегда. Два четырёхлитровые моторы на этой шейке Optima сначала были с распределённым впрыском, а затем с непосредственным. Как раз первые прославились тем, что проворачивали шатунные вкладыши обычно третьего цилиндра и задирали соответствующие шейки коленвала. Это всё обычно присущи моторам G4KE, то есть с распределённым впрыском, выпущенным до 2015 года. Кстати, именно такой двигатель под капотом этого автомобиля. По VIN-номеру пробиваются те самые шатунные вкладыши, которые считаются неудачными. Но ничего такого, а именно проворачивание шатунных вкладышей с этим конкретно двигателем не случалось. И вообще, если нормально этот двигатель обслуживать, то ничего у него проворачиваться не будет. Конкретно этот мотор не жрёт масло от замены до замены. Уровень не меняется, хотя немало таких же моторов потребляют масло из-за залегания компрессионных колец. Но опять же, это та же история про обслуживание, когда масло меняют раз в 15 тысяч километров и заливают абы что. Мотор 2.4 GDI отличается от мотора 2.4 MPI головкой блока под непосредственный впрыск топлива в цилиндры. Как вы понимаете, форсунки установлены прямо в ГБЦ. У нас, кстати, на канале есть разбор прямо впрыскового мотора G4KJ. Обязательно посмотрите, там есть предостережение, как не попасть на капремонт. Ну а те, кто не подписан, обязательно подпишитесь прямо сейчас. У нас много всего интересного на канале. В принципе, это абсолютно нормальный двигатель. Всё, что его убивает, это неадекватное обслуживание, хреновое масло. А 92-й бензин прикончит ТНВД примерно к пробегу 80 тысяч километров. Вернее, через 80 тысяч километров от ТНВД на минуточку для этого мотора стоит 350 долларов. При воде клапанов этих моторов нет гидрокомпенсаторов, да и регулировка зазоров требуется через очень продолжительное время. Ну, если мотор, естественно, эксплуатируется на бензине. Цепь ГРМ выхаживает там, менять её надо через 400 тысяч километров. Вот на самом деле, вам же ведь интересно, что ремонтировалась в этом моторе почти за 350 тысяч километров. Скоро об этом расскажем. Двухлитровый турбомотор достался Kia Optima, как мы уже отмечали, для рынка США. Также аналогичная версия была ещё в Корее – K5 Turbo. Так вот, ничего страшного и ломучего этот мотор из себя не представляет. Он из семейства CETA2, и если его нормально обслуживать, то, опять же, ничего плохого с ним не случится. Европейская Kia Optima оснащалась фирменным турбодизелем объёмом 1,7 литра. Ничем особенным он не выделяется и систематических проблем практически не имеет. Система Bosch топливная надёжная, но стоит знать, что каждые 200 тысяч километров придётся почистить клапан EGR, а вместе с ним и весь впускной тракт. Ну и не забываем про качественное масло и своевременное обслуживание. Кроме того, Kia Optima в этом поколении стала гибридной и в зависимости от рынка Восток или США в основе гибридной силовой установки может быть двухлитровый двигатель серии NU, либо же 2,4-литровый двигатель серии CETA2. Kia Optima с двухлитровым мотором можно было заказать шестиступенчатой механикой. И это далеко не самая лучшая корейская коробка M6 CF3. До 2017 года она охотно часто хрустела, а также не давала включать третью передачу из-за пластикового блокирующего кольца третьей передачи. И поэтому к пробегу в 150 тысяч километров эта коробка частенько отправлялась на капремонт. К слову, такой же срок службы у её выжимного подшипника, а также у тросов кулисы. С шестиступенчатым автоматом проблем гораздо меньше, хотя до 2013 года эта трансмиссия страдала от детских болезней. И об этом мы подробно рассказали в нашем обзоре на канале. Кстати, те, кто ещё не подписан, обязательно на него подпишитесь. Желательно прямо сейчас. Так вот, получается так, что все автоматические трансмиссии, которые установлены на Kia Optima, либо излечены от детских болезней, либо сходили с конвейера после 2013 года уже без детских болезней. Правда, дифференциал у них слабоват, но это касается только полноприводных кроссоверов. На кроссоверах используется точно такая трансмиссия, а вот в случае с моноприводом добиться обрыва шлицов корпуса дифференциала можно только при долгих пробуксовках. Ну а в остальном же ошибки по электрике этой трансмиссии появляются из-за датчика температуры АТФ, а также из-за жгута электропроводки. Ну а сейчас надо подписаться на наш канал. Те, кто ещё не подписан, мы выпускаем 6 интереснейших видео в месяц, и нам ваша подписка очень поможет для продвижения канала. Ну и ещё, кто не знает, в «АвтоСтронг» есть прекрасные БУ запчасти хорошего качества и абсолютно новые. Плюс у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, подбираем байки с оригинальными, минимальными пробегами в отличном состоянии и с полным пакетом документов их продаём. Так что кому нужен байк, обязательно в «АвтоСтронг». Ссылочки и подробности я оставил в описании. Ну что, мы на «АвтоСтронг» и продолжаем. Отдельного упоминания заслуживает трансмиссия версии с двигателем 2.0 Turbo. Так вот, дифференциал, промежуточный вал, а также правый привод могут остаться без шлицов. Шлицы дифференциала покидают чат из-за чрезмерных перегрузок, также перегазовок, пробуксовок и так далее. А шлицы приводов просто ржавеют в труху. Дело в том, что с правой стороны на промежуточном вале есть металлический ободок по типу сальника. Так вот, со временем этот ободок деформируется, прогибается и под него залетает влага с дороги. В итоге внешние шлицы этого вала, а также внутренние шлицы правого привода корродируют. Эти шлицы надо обязательно покрывать смазкой, которая защитит их от коррозии. Часто встречаются нарекания в адрес рулевой рейки Kia Optima. Иногда она начинает стучать, а также появляется люфт. Многие рейки поменяли по гарантии. Также меняли электромотор из-за износа подшипника. Удивительно, но на сегодняшний день можно без проблем и с небольшим сроком ожидания заказать оригинальную рулевую рейку на Kia Optima всего лишь за 230-260 долларов. Эта рулевая рейка полностью ремонтопригодная. Обычно приходится менять втулки, но только втулки, по которым скользит вал. Всё бывает намного хуже, если порвутся пыльники. Подвеска у Kia Optima в целом очень долговечная и вот эта машина тому подтверждение. Напоминаем, что у неё пробег 365 тысяч километров. И за этот пробег поменяли здесь две пружины, потому что одна из них недавно лопнула на пробеге в 320 тысяч километров. Также здесь ещё дважды поменяли стойки стабилизатора. Напомним, что стойки стабилизатора по оригиналу стоят 22 доллара за штуку. Также можно здесь поменять и рычаг в сборе, потому что цена на оригинал не кусается. Всего лишь 120 долларов. А можно купить оригинальный сайлентблок и всего лишь по 6-9 долларов. Кстати, сайлентблоки на этой машине при таком пробеге ещё не меняли. Шаровые опоры на болтах меняются легко. Просто откручивается, снимается и ставится новая. Ориентировочная стоимость оригинальной шаровой опоры всего лишь 35 долларов. На этой машине шаровые опоры передних рычагов меняли только один раз. Кстати, передние амортизаторы и только передние поменяли на пробеги в 300 тысяч километров. Они начали стучать. Оригинальные амортизационные стойки стоят 180 долларов, а вот неоригинала аналогов мало. Есть, например, за 60 долларов, но их качество оставляет желать лучшего. Ещё раз напомним, что одна из передних пружин сломалась при пробеге в 320 тысяч километров. Примерно при таком же пробеге синхронно загудели передние ступичные подшипники и были сразу заменены. Ступица стоит оригинальная по 170 долларов. Хорошие заменители не намного дешевле. В задней подвеске пока всё родное – пружины, амортизаторы и сайлентблоки. Единственное, что пришлось поменять, так это развальные болты, которые закорили на фиг, потому что эта подвеска годами не требует никакого вмешательства. Как видите, тут по четыре рычага на каждое колесо. Буквально все сайлентблоки по оригиналу можно купить по отдельности. Сайлентблоки внизу ЦАП в оригинале стоят по 15-20 долларов. Здоровенные передние сайлентблоки продольных рычагов обойдутся в 80 долларов. Все остальные сайлентблоки для поперечных рычагов стоят по 15-25 долларов. Напоследок, давайте обратим внимание на состояние днище этого автомобиля, у которого пробег 345 тысяч. Он 2013 года. Посмотрите, как он сохранился. Kia Optima 3-го поколения – это тёмная лошадка. На самом деле у этого седана немало поклонников. Очень жаль, что некоторые из этих машин уехали на капремонт моторов. Но при расследовании выяснилось, что причиной тому неправильный интервал замены масла неправильное. Масло также плохой бензин в баке. На самом деле эти моторы могут проехать при нормальном обслуживании 400 тысяч километров и более. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий. И помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».